Приветствую вас, друзья! Снова с вами Атомный Кролик. Мы продолжаем серию роликов о истории персонажей Mortal Kombat. Сегодня у нас на очереди Рептилия. Рептилия представитель расы Зауриан, и как ни странно, родом эта расы именно из земного царства. Но Великая Война выявила их покинуть наш мир и найти себе новое прибежище за Терлу. Но рано или поздно зло приходит в каждый дом, и всемогущий Шао Кан пришел и захватил их мир. Большая часть его соплеменников была уничтожена. Каким образом Рептилия попал на службу Шао Кана, это неизвестно. Так или иначе, он всегда был покорным слугой Шан Цунга и Шао Кана. Рептилия впервые появился в Mortal Kombat 1, но в виде секретного персонажа, причем чтобы сразиться с ним надо было очень сильно попотеть, одержать две чистые победы на карте Яма и обязательно закончить бой Фаталити. При этом своей механики боя Рептилия не имел. Он был перекрашенным спрайтом Скорпиона и Саб-Зиро и использовал приемы обоих бойцов. К тому же Рептилия имел самую быструю механику игры, поэтому сражаться с ним было довольно сложно. В событиях Mortal Kombat 3 Рептилия был отправлен вместе с Джейд на поиски Китаны, но Рептилии были даны особые указания на убийство Китаны при Фа-Паиме. Во обмен на это Шао Кан обещал воскресить его расу, чтобы Рептилия не был так одинок. Но обещания он не сдержал. В событиях 4 части Рептилия был изгнан в преисподнюю за преступления против народов, где он попал под влияние Куан-Чи и был завербован в армию Шинака. В событиях Mortal Kombat Deadly Alliance Рептилия раскрыл заговор Шамцунга и Куан-Чи с целью убить Шао Кана, но предупредить он его не успел, так как по пути встретил Вимпересу, Нитару, которая рассказала ему о тайном лагере Китаны, но, к сожалению, промедление стоило Шао Кану жизни. Вернувшись в Королевский дворец, Рептилия обнаружил Шао Кана мертвым, и в конце сюжетных событий Рептилия находит яйцо дракона, в котором заключен дух Анаги, который, собственно, перемещается в тело Рептилии и становится его хозяином. Отмечу, что чем дальше движется сюжет Mortal Kombat, тем меньше Рептилия становится похож на человека. Объясняется это тем, что, будучи оторванным от своих родственников, он теряет человечество. Но после победы над Анагой Рейден очищает его душу, и Рептилия становится вновь более гуманоидным. В событиях Mortal Kombat Armageddon фигурирует еще один представитель вида Эстриан, это Хамелеона. Как говорят создатели игры, это последняя самка их вида. В новой хронологии у Рептилии нет как такового характера. В Mortal Kombat 9 2011 года за всю игру он не сказал ни слова. Там был единственный момент, когда он что-то шептал на ухо Шан Цунгу, но это невозможно было разобрать. В Mortal Kombat X Рептилии появляется только как слуга Котул Кана и защитник внешнего мира. У него появились реплики, но его роль в сюжете заключается только в сопротивлении воинам Земли. На этом я думаю все. Подписывайтесь, ставьте лайк. Пишите в комментариях, чью историю вы хотите увидеть следующей. Всем удачи, пока-пока!